в своем прошлом видеоролике я открыл сезон пикников и полевой кухни а также я задался вопросом улучшения эстетики данных процессов вот эти вот две замечательные деревянные ложки уже долгие годы сопровождают меня во всех путешествиях вот эта ложечка из сливы это из можжевельника они всегда очень радуют мой глаз на природе и недавно меня посетила идея сделать себе деревянную вилку есть вот такой вот брусочек это заготовочка для другой поделки давно я выпиливал дело в том что это кавказский орех одно из самых твердых и плотных пород дерева и в сегодняшнем видеоролике я вам продемонстрирую процесс изготовления деревянной вилки заниматься этим буду впервые так что самому весьма интересно так ручку вилки я постараюсь декорировать хочу чтобы вокруг нее зевалась змея и как обычно в данной работе мне поможет пластилин для того чтобы было проще смоделировать будущую форму а затем уже по ней и вырезать 10 минут работы лобзиком теперь перемещаемся в ванную комнату где соорудил вот такой вот станок остальную работу буду выполнять при помощи бор машинки и набором бор фрес так ну что ж на удивление бодвенько и быстром бор фрезы сделали свое дело вот если я бы не покушался на декор то я бы уже сделал вилку полностью но все таки я считаю что с элементами декорирование вилочка будет смотреться разительно интересней грубую обработку выполнил и для более детальной проработки придется поработать резцами по дереву так вот снимать было несподручно поработал резачками вечерок и немного шлифанул змейку сейчас осталось главным образом шлифовать всю остальную часть вилки так ну что ж буквально полчаса подобной работы и вот такой вот результат кстати на этот раз процесс шлифования не представился таким обремененным еще один вечер более тщательной обработки то есть шлифовки и немного работы резцами у меня получился вот такой результат ну на этом я закончу шлифовку по идее мне осталось только прострелить здесь отверстие вставить глазки змеи и выполнить процесс стабилизации древесины глаза я буду делать из таких вот обычных булавочек гвоздиков предварительно обрезав их до нужной длины так и еще один вечерок более тщательной обработки наждачной бумагой и у меня получился вот такой вот результат несмотря на то что орех дерево достаточно твердое его можно сделать еще более твердым подвергнув древесину процессу стабилизации а процесс стабилизации это по сути глубокое проникновение масла в поры дерева это этап пропитки и второй этап это полимеризация то есть высыхание грубо говоря масла в порах в интернете пишут что процесс полимеризации возможен только для тех масел которые способны полимеризоваться в том числе в этот список входит и льняное масло которое у меня имеется в наличии но сегодня в домашних условиях попробую сделать что-то среднее из этих десятков советов которые дают в интернете различные пользователи по стабилизации дерева в интернетах пишут о разных способах стабилизации один из них предполагает погружение деревянного изделия в холодное масло на несколько дней или даже недели второй же из них предполагает нагревать или даже кипятить маслом и в нем держать изделие несколько часов я же попробую сегодня применить комбинированный способ о котором даже я нигде не читал но попробую посмотреть что из этого получится для нагревания масла я буду использовать такую паровую баню хотя конечно же масло можно греть сразу в посуде но это не безопасно во-первых посуда должна быть с очень толстыми стенками и это должно производиться на маленьком огне в обратном случае возникает риск того что масло может попросту загореться и так вода закипела я полагаю что можно сделать чуть поменьше пламя и погружаю вилку в разогретое масло некоторое время я подержу ее в таком положении а потом перевернул так ну что же прошло 30 минут масло продолжает греться и вот смотрите что я заметил масло на сантиметр от уровня ушло вверх вилки это говорит о том что она достаточно активно сейчас впитывается и в горячем виде разумеется происходит это значительно лучше сейчас я перевернул вилочку и также минут 30 она мне постоит вот в таком положении вот стаканчики сразу мы наблюдаем пошли пузырьки это выходит воздух который был в порах дерево которые находятся ближе к поверхности то есть процесс пропитки мы наблюдаем идет активно так прошло 35 минут и наверное еще минут на 10 думаю переверну опять этой стороной так как нагрузка вилки все-таки основная приходится на ее зубчики и так получается масло у нас грелась около полутора часов вода порядком выкипела это с учетом того что я уже немножко подливал и по-моему настало самое время перекладывать вилочку на длительное хранение подготовил я такую коробочку из-под сока то же самое горячее масло придавил гвоздиками чтобы вилка не всплывала на всякий случай закрою еще вот так вот кусками фанеры и оставлю на несколько дней не знаю насколько 23 или больше сейчас как раз наступила пора долгих майских выходных поэтому буду смотреть по обстановке так по прошествии четырех с тонкая все его элементы я уверен что пропиталась вилочка полностью процесс полной полимеризации займет как мне известно пару недель поэтому итоговое мнение я выскажу несколько позже когда проведу тест изделия вот сейчас хочу отметить лишь одно что явным преимуществом данной вилки является то что ей можно есть прямо со сковородки с любой не опасаясь за повреждение тефлонового либо иного покрытия поэтому товарищи до скорой встречи всем спасибо за просмотр всего доброго спасибо 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 Продолжение следует...